Я всех на самом деле очень люблю. Я всех на самом деле очень рад видеть на столь значимом мероприятии. Это уже четвертый винный гид ежегодный. В этом выпуске появились уже и гристые вены, ну и, конечно же, открытие новой страны Армении в виде винодельческой, так как мы ее все знали как коньячную. Нужно отметить, что очень много интересного произошло за этот год. Издание сложное само по себе, и с каждым годом все больше и больше увеличивается количество вин, все больше и больше приходится дегустировать как много хорошего, так и очень много плохого. Поэтому пока я жив-здоров, пока я здесь, так что все нормально, значит, российское виноделие у нас идет вперед самимильными шагами. Вот главное новшество этого гида – программа «Выбор гида». Это физический носитель, стикер, голограмма, на котором есть индивидуальный номер. И это электронный носитель приложения «Выбор гида». Она ориентирована на то, чтобы защитить интересы лучших российских производителей и, в первую очередь, интересы потребителя, чтобы, покупая российское вино, он мог быть уверен, что это достойный продукт. Гаджеты становятся неотемремым членом нашей семьи. Они всегда под рукой. Просто смотришь, и тебе подсказка сразу идет. Не надо там многих усилий. Ты просто одним кликом видишь рейтинги, оценки этого вина, отзывы людей. Артур выполняет огромную подвижническую работу. И вот то, что он пропагандирует российское вино, и что сегодня реально уже от такого нашего квасного патриотизма мы перешли к тому, что люди реально любят, вынимают российское вино и заказывают ее везде. Это дорогого стоит. Отрадно, что уже в библиотеках у людей стоит не Паркер, а наш российский винный гид. Этот гид призывает попробовать все вина, которые в нем есть. И лучшего, наверное, учителя трудно придумать для российского потребителя. Видно, что такая скрупулезная большая работа, которая действительно реально отражает состояние дел виноделия в Российской Федерации. А второе, что очень радует, что состояние виноделия в Российской Федерации тоже все лучше и лучше. Мы сегодня видим уже оценки, достойные мирового уровня. Мы видим сегодня вина, которые совершенно не стыдно появиться в лучших ресторанах Европы и быть на уровне лучших французских или испанских или итальянских вин. Еще что очень понравилось в гиде, это та часть, которая посвящена гаражному виноделию. Такое количество новых имен, которые делают пока не очень много, но качество этих вин уже оценивается высоко. В 2016 году я могу точно сказать, что сотрудничество компании «Мэтр Кэшн Кэрри» с Артуром Саркисяном, наверное, будет реализовано на 100%, потому что мы впервые будем прям конкретно представлять в каждом торговом центре эту книгу. 42% по итогам того года в количественном бутылках продано русского вина, произведенного в России. Это точка. В целом мероприятие создало такой некий фурор среди производителей и потребителей вин. На мой взгляд, это один из самых профессиональных конкурсов, где российские вина получают именно объективные оценки, потому что он по отзывам вызывает меньше всего споров и дискуссий о том уровне вин, который выставляет автор. Когда к нам на виноделье приезжают люди, держа в руках эту книгу и говорят, что мы об этом читали, то это и есть та самая связь, которая нужна. Подход на самом деле не вызывает сомнений у производителей. И для российского вина, которое на сегодняшний день не может рекламироваться в прессе, в СМИ так широко, вот этот гид – это одно из немногих возможностей себя правильно представить. Для потребителя всегда важна инструкция по применению. Вот самая прямая инструкция по применению. Читайте и пробуйте, и будет счастье, будет очень вкусно. Что хорошо и что положительно в этом проекте, что мы, что этот проект позволил все сканализировать в одно русло. Легко стало понимать, что к чему и почему. И он объединяет именно тех, кто прошел через какие-то этапы, и то есть это лучшее из лучших. В этом году мы примерно картографировали все основные винодельческие регионы, и можем найти на своих картах практически любой виноградник. Использовался для этого квадрокоптер, использовали спутниковые снимки. В Европе, в Америку, то же самое, как в России, всегда люди ищут что-то новое. Что-то я еще не пробовал. Поэтому попробовать красный стоп или сибирковый – отлично, очень интересно. Потому что, о, вот это я не знаю еще, я хочу это попробовать. Сейчас мы начинаем такой своеобразный этап, может быть, внутренней конкуренции за качество, да, когда начинают бороться вот эти еще никому неизвестные автохтоны, свои национальные вины из Армении, из России. Они нигде не известны на европейском рынке, они не известны на российском рынке. Но когда мы друг друга пробуем, когда мы друг о друге знаем, мы стремимся к лучшему качеству. ГИД показал российскому потребителю и профессиональному миру, что Армения – это винная страна. И с этой точки зрения работа Артура Сараксиана имеет неоценимое значение для армянских вин. Мы используем местный дуб из Нагорного Карабаха. Мы используем также традиционные армянские амфоры. Мы возрождаем традиционное армянское виноделие в новом инновационном таком формате. Визит такого гостя, как Артур Георгиевич, всегда большой собитый для каждого винодела. Те навыки, те профессиональные качества, которыми он обладает, всегда честь делиться с нами, как с новичками в этом бизнесе. Теперь мы в ГИДе с хорошими оценками – золотом, серебром. Это тоже нас вдохновляет. И вино вообще – это мир вдохновения, мир любви, радости. Потрясающее событие. Здесь собрались правильные винные люди, а я верю, только хорошие, добрые люди могут сделать хорошее вино. Винный ГИД Армении – это симулятор развития вина, развития виноделия, развития виноградарства и вообще-то развития культуры. Две вещи, которые развиваются совершенно параллельными курсами. Это российское вино, которое находится в этом бокале, одно из лучших вин этого ГИДе. И вот эта книга. Сейчас мы видим, в России могут делать уже не только очень хорошие вина, но уже вина, которая находится на пути к великим. Дай Бог, чтобы этот процесс параллельного развития также продолжался в дальнейшем. Есть куда стремиться, есть куда идти. Следующий год будет пятилетием, поэтому на следующий год мы планируем очень большой проект, гораздо больше, чем он сейчас. Поэтому наблюдайте за нами, увидите очень много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok